Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесии стали победителями республиканского конкурса «Чтецов Корана». И в республике откроется Федерация киберспорта. Далее об этих и других темах подробнее. Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Я хочу вас всех поблагодарить за ту вашу активную работу, которую вы проводите со своими избирателями. Несмотря на отношение к той или иной политической партии, парламент Карачаева, Черкесии считаю, что как в едином таком цельном кулаке все отработали. Опять же совместно и с муниципалитетами, ну и конечно же в первую очередь с правительством Карачаева, Черкесии. В рамках СССР Во втором и третьем окончательном чтениях принят проект закона о республиканском бюджете на следующий год и на плановый период до 2025 года. Утверждены основные характеристики регионального бюджета на следующий год. Общий объем доходов 33 миллиарда 805 миллионов рублей. Общий объем расходов 33 миллиарда 635 миллионов рублей. Профицит республиканского бюджета на грядущий год более 170 миллионов рублей. Проект бюджета на будущий год и на плановый период до 2025 года имеет выраженную социальную направленность. Об этом сообщил министр финансов Карачаева, Черкесии Вадим Камышан. Как и предыдущие годы у нас бюджет социально ориентированный. Расходы этого направления составляют у нас более 60% от общих расходов. Ну и всегда основной документ формируется непросто, потому что тем более в современных условиях мы должны смотреть вперед, прогнозировать, планировать, какие решения будут приниматься в следующем году в настоящих условиях. Есть, конечно, у нас положительные, позитивные моменты. Мы проиндексировали и заработные платы, и расходы по медикаментам проиндексировали. Предусмотрели средства на выполнение майских указов президента. Дополнительно мы в бюджете предусмотрели средства на увеличение лекарственных препаратов. Мы добавили 50 миллионов рублей на предоставление квартир для детей-сирот. Мы дополнительно 40 миллионов. То есть у нас в этом году такие беспрецедентные объемы. Ну будем стараться и дальше наращивать. В Карачаевском городском округе продолжаются масштабные работы по замене фонарей уличного освещения на более мощные светодиодные нового поколения. На сегодняшний день работы уже завершены по улицам Чкалова, Мира, Базарная, Магометова, Халилова и Пушкина в Карачаевске. Продолжается также работа по замене освещения в Тиберде, по улицам Мухинской, Орджоникидзе и Горная. До конца текущего года планируется полное завершение всех мероприятий. С начала этого года специалисты мэрии Черкеска выдали 352 предписания и демонтировали 897 незаконно установленных объектов рекламы различного вида и формата. Наряду с этим было выдано 32 согласования на установку информационных конструкций и 24 разрешения на размещение рекламы. До конца года будет демонтировано еще 6 объектов, расположенных на улицах Балахонова, Кавказская и Ленина. Демонтаж незаконных конструкций – это крайняя мера. Она применяется в случаях, когда установить собственника не представляется возможным, либо он отказывается ликвидировать самостоятельный рекламный объект. В городе разработана также схема установки рекламных конструкций. В Карачаевой Черкесии откроют футбольный лагерь и построят крытый манеж для тренировок юных футболистов. Также планируется приглашать на мастер-классы именитых спортсменов. Об этом журналистам рассказали в Министерстве спорта Карачаевой Черкесии после прямой линии с Рашидом Тимрезовым, на которую с этой инициативой обратился руководитель футбольной школы Академии футбола Сергей Мащенко. Комментирует информацию министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки, предложения наши коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. В Министерстве сельского хозяйства Карачаевой Черкесии состоялось внеочередное совещание. Причиной его проведения стал вопрос, прозвучавший во время прямого эфира с главой республики Рашидом Тимрезовым. В свою очередь, глава республики поручил министру сельского хозяйства Анзору Боташеву провести работу с сельхозпроизводителями региона. Нынешняя ситуация у нас благоприятная. Дома ТЭ уже работает. Хотелось отметить, что Минэком России разработана и развитие овцеводства в СКФО. Программа отдельная. Только для СКФО будут предусмотрены денежные средства в размере 40 миллиардов рублей до конца 2030 года. На состоявшемся в МВД республике брифинге с участием представителей ГИБДД и средств массовой информации основной темой стал рост дорожно-транспортных происшествий в Карачаевой Черкесии. Руководитель отдела организационно-аналитической работы и пропаганды госавтоинспекции Олег Камов отметил, что на территории республики увлечение произошло по всем трем основным показателям аварийности. По количеству ДТП на 21%, по числу погибших на 51% и травмированных на 24%. Всего с начала этого года на дорогах региона погибли 80 человек, 4 ребенка, 566 получили различные телесные повреждения. Министр цифрового развития Карачаевой Черкесии Валерий Медовый в прямом эфире в социальных сетях пообщался с жителями республики. Сначала рассказал об успехах нашего региона в сфере цифровой трансформации, ведь Карачаево-Черкесия возглавляет рейтинг цифровой зрелости субъектов СКФО, который составляет Ранхикс. К слову, во многом благодаря активной вовлеченности наших земляков в мир современных технологий. Министр также поделился планами на следующий год. Он рассказал об открытии в регионе Федерации киберспорта, Федерации спортивного программирования и цифровизации сферы образования. В следующем году у нас планируется подключение к системе Московской электронной школы МЭШ. Это очень важно, это очень интересно и знаково для республики. Наши дети получат возможность доступа к таким же цифровым системам и сервисам, как школьники Москвы. Контент, который доступен московским ученикам, во многом будет доступен школьникам Карачаева-Черкесии. В этом огромная заслуга нашего Министерства образования. И хотелось бы еще раз поблагодарить министра Инну Кравченко за особое внимание к цифровым инструментам образовательного процесса. Социальный фонд России начнет предоставлять единое пособие на детей беременным женщинам с 2023 года. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранней сроке, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся семьям. Осуществлять выплату будет социальный фонд страны, который начнет свою работу с 1 января следующего года. В среднем по России выплата на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 8 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного минимума. В парке Победы Черкеска состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане, посвященное 43-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Участники мероприятия почтили минуты молчания память воинов, погибших в ходе Афганской войны, и возложили цветы к памятнику. Исполняющий обязанности первого заместителя, руководителя администрации, главы и правительства республики Марат Хубиев, от имени главы региона поблагодарил воинов-интернационалистов за мужество и героизм, проявленные в Афганистане, отметив, что уроженцы республики с честью и достоинством выполнили свой интернациональный долг. Из Карачаева-Черкесии на Афганскую войну ушли порядка тысячи человек, 42 из которых погибли. Уровень безработицы в республиканской столице заметно снизился. Об этом сообщила заместитель директора Центра занятости Вера Плаксина. По ее словам, сегодня почти тысяча вакансий представлено работодателями по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. На сегодняшний день за истекший период 2022 года за поиском подходящей работы в Центр занятости населения по городу Черкесску обратилось 3641 человек. Из них 1909 человек были трудоустроены на постоянные временные рабочие места. На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 290 человек. То есть эти граждане состоят на учете, получают пособие по безработице, находятся в активном поиске подходящей для них работы. Вакансии заявлено за истекший период 2022 года 3106. На сегодняшний день свободных вакантных рабочих мест 986 в банке вакансий по городу Черкесску. То есть учителя, преподаватели, воспитатели, медицинские сестры, фельдшеры, врачи, раздравления, они всегда востребованы. Все время в банке вакансий есть потребность в этих специалистах. Ну и, естественно, всегда остаются востребованными также и специалисты рабочих профессий. То есть это могут быть электрогазосварщики, слесари разных профилей, инженерные работники. Также требуются предприятиям нашего города. Победителями республиканского конкурса чтецов Корана стали двое жителей Карачаевой Черкесии, которые получили путевки в Хадж. В этом году финальный этап республиканского конкурса «Лучший чтец священного Корана» прошел в недавно открывшейся соборной мечети Черкеска. В нем приняли участие более 30 лучших чтецов со всех городов и районов республики. Самому юному участнику исполнилось 10 лет, а самому возрастному – 83 года. Сильнейшими среди профессиональных чтецов стали Али Алиев из Ленчугского района, а победителем среди лучших в возрастных группах – Ахмат Биджиев из Черкеска. В каждой группе были определены три призовых места. Победители в номинациях получили по 50 тысяч рублей, обладатели второго места – 30 тысяч и третьего – 20 тысяч рублей. До наступления Нового года остались считанные дни, и чтобы поддержать боевой дух и настрой бойцов в зоне специальной военной операции, учащиеся Карачаевского городского округа отправили им новогодние подарки. Вместе с продуктовыми наборами солдаты получат письма и новогодние открытки. Администрация запустила предновогоднюю акцию под названием «О детских любящих сердец» в целях поддержки участников СВО в предновогодние дни. Ребята собрали различные сладости, конфеты, не порчащиеся продукты питания. Посылка будет незаменимым и самым дорогим подарком для солдат. На полигоне твердых коммунальных отходов в Черкесске заменили сорванные сильным ветром защитные экраны, из-за чего разлетелся полиэтиленовый мусор. Установлены также дополнительные экраны сетки и ограждения протяженностью более 100 метров в зоне выгрузки для предотвращения таких ситуаций. На мусор по дороге к полигону города обратили внимание активисты регионального народного фронта. Практически вся санитарная зона, в пределах которой разлетелся мусор, уже приведена в порядок. В Ижачукуне Абазинского района стартовало строительство новой зоны отдыха. Проект согласовали всем аулам. Администрация привлекла земляков к обсуждению всех деталей. Благоустроенные аллеи, детская площадка и место для занятий спортом – основные намеченные планы. Территорию огородят и оснастят освещением. Из-за нелегальной добычи полезных ископаемых в Карачаево-Черкесии пострадало более 11 тысяч квадратных метров плодородных земель. Информацию комментирует заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В декабре в Северокавказском межрегиональное управление Россельхознадзора выявило нелегальный карьер по добыче песчаногравийной смеси на сельхозугодиях в Адыгихабльском районе недалеко от села Садово. Добыча песчаногравийной смеси на сельхозугодиях велась с использованием специализированной техники. Затем полезные ископаемые транспортировались на площадку для первичной переработки. Земельный участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью дороги. Управлением Россельхознадзора предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Главное управление МЧС России по Карачаевой Черкесии напоминает жителям и гостям о необходимости соблюдения правил безопасного использования пиротехники в новогодние праздники, комментирует информацию заместитель начальника отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельностью и профилактической работы Гульнара Аджикова. Необходимо обратить внимание на информацию на товарной упаковке и на самом изделии, которая должна быть обязательно на русском языке. Также должен быть указан адрес производителя, класс опасности, особенности использования и зона поражения. Пиротехнические изделия должны содержаться в особых условиях, при которых попадание солнечного света и осадков минимизировано. Также в супермаркетах и магазинах должен быть специальный консультант, который сможет грамотно рассказать про все свойства и особенности взрывания ракет, хлопушек и фейерверков. При покупке пиротехники в первую очередь следует обращать внимание на целостность упаковки и, конечно же, на срок хранения. Серьезно и основательно подойдите к выбору места для запуска фейерверков. Необходимо, чтобы это была открытая площадка, а до ближайших построек или же автомобилей расстояние должно быть от 50 метров. Рядом не должно быть деревьев и сухой травы. Не приводите в действие пиротехнические изделия из открытого окна или балкона. Поджигать фитиль необходимо на расстоянии вытянутой руки. После зажигания немедленно отойдите на безопасную дистанцию. Во время запуска фейерверков не курите. Не наклоняйтесь над неисправным изделием и уж тем более не пытайтесь его разобрать. Соблюдение этих простых правил обеспечит вам веселый и безопасный праздник. Будьте аккуратнее. 63-летняя жительница республики лишилась более полумиллиона рублей, доверившись незнакомцу, который пообещал перевести денежные средства ее сыну в другое государство. Потерпевшая с апреля по сентябрь этого года перечисляла ему деньги. Однако переводов сын так и не получил. Пожилая женщина обратилась в полицию. Стражи правопорядка установили и по месту проживания в Черкесске задержали подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 29-летний местный житель. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось также, что злоумышленник причастен к семи фактам мошенничества под видом продажи различных товаров в интернете. Сумма ущерба по данным преступлениям устанавливается. На территории Карачаева-Черкесии проходят профилактические мероприятия, направленные на пресечение бесконтрольного выпаса домашнего скота. Для нашей республики, как исконно сельскохозяйственного региона, серьезной проблемой является ДТП с участием домашних животных, оставленных без присмотра. Люди получают травмы и погибают в подобных автоавариях. Автомобилистам и самим безответственным хозяевам скота наносится материальный ущерб. С начала этого года на территории республики произошло 121 ДТП с участием бесхозно пасущегося скота, в которых один человек погиб, 20 получили травмы. В Ставрополе прошли 20-е краевые соревнования по спринтерскому многоборью в рамках программы «Динамо. Детям России» на призы заслуженного тренера России Сергея Халатяна. Две бронзовые медали завоевали легкоатлеты республики. На третью ступеньку педестала поднялись Вероника Гавриленко среди девушек до 18 лет и Эдуард Горбузов среди юниоров до 20 лет. В шаге от педестала остановился Владислав Аменко среди юношей до 16 лет. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!